Здравствуйте, друзья! Меня зовут Жанна и я приветствую вас на своем канале, где мы записываем простые конспекты сложных биологических процессов и явлений. В предыдущих видео мы с вами разобрали такие два процесса образования половых клеток, как сперматогенез и овогенез. Самое первое отличие заключается в том, что овогенез у нас протекает только в три стадии. Четвертая стадия, стадия формирования при овогенезе отсутствует. Давайте запишем. Отсутствие стадии формирования. Второе отличие. Фаза размножения в овогенезе протекает внутриутробно, тогда как сперматогенезе она протекает после полового созревания. Третье отличие заключается в том, что фаза роста в овогенезе довольно длительная. Она может длиться до нескольких десятков лет у млекопитающих. Четвертое отличие. Завершение овогенеза возможно только в случае оплодотворения. Мы с вами знаем, что яйцеклетка не образуется без оплодотворения. Завершение возможно только после оплодотворения. Пятое отличие. То, что гибнут большая часть клеток, которые вступают в процесс овогенеза. Значит гибель большинства клеток. Шестое отличие. Это то, что во время стадии созревания образуются неодинаковые клетки. Значит запишем, что при созревании образуются неодинаковые клетки. Седьмое отличие. Выраженная цикличность овогенеза. И восьмое, последнее отличие. То, что овогенез полностью прекращается после менопаузы с полным исчезновением всех половых клеток. То есть это прекращение после менопаузы. Ребята, это восемь основных отличий овогенеза от сперматогенеза. Их, конечно же, желательно запомнить, понимать. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И всем удачно сдать экзамены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова